историю про Катю и Наташу. Я думаю, что этот вопрос вас зацепил, поэтому вы перешли на это видео. Давайте будем подробно разбираться. И то, что я скажу, к сожалению, не знают около 90% начинающих музыкантов. И в принципе я понимаю, что это не их вина, они об этом просто не знали или им про это не рассказывали. И более того, я вам открою секрет, что я сама допускала эту ошибку до того, как мне сказал об этом мой профессор, когда я училась на втором курсе музыкального колледжа. И поэтому я сейчас стараюсь всем рассказывать об этом как можно раньше. Так вот, все дело заключается в системе самостоятельных занятий. Вот вы побыли на уроке, учитель дал вам за домашнее задание, и вы идете к себе домой и занимаетесь на фортепиано. Так вот, предположим, представим, что до следующего урока вы готовы выделить себе какое-то энное количество времени. К примеру, 100 минут за неделю. Допустим, условно. 100 минут. Вы садитесь за фортепиано и играете свои песни или произведения. Но теперь будьте внимательны, предельно внимательны к словам, которые я скажу. Играть и заниматься на фортепиано это кардинально разные вещи. Сейчас поясню. У музыканта есть два типа времени. Это игра в удовольствие и работа. И зачастую игра в удовольствие или просто проигрывание каких-то произведений занимает 100% времени. То есть вы открываете ноты и играете от начала до конца, от начала до конца. Сейчас расскажу, почему я, собственно, недовольна этим способом. Представьте, что вы пришли в тренажерный зал и 100% времени, 100 минут вы любуетесь в зеркало. Вот посмотрите на первую картинку. Вы просто смотрите так, так, так. С одной стороны, со второй стороны. Скажите, пожалуйста, через какое время вы увидите результат? Я думаю, логично, что вы его и не увидите, потому что вы просто любуетесь в зеркало, просто смотрите на себя. Когда вы приходите в тренажерный зал, что вы делаете? Вы тренируетесь, вы приседаете, вы там бегаете на беговой дорожке. И тогда уже в конце тренировки вы можете посмотреться в зеркало и так сказать, вот молодец, очень хороший результат. Так вот, то же самое аналогия и в фортепиано. Когда вы садитесь за фортепиано, вы должны знать, что есть определенная система и схема. И ваша работа над сложными местами должна занимать 75% из 100. То есть 75 минут и 100 минут вы должны именно работать над какими-то сложными местами. А 25% вы уже можете любоваться, играть от начала до конца и наслаждаться своими результатами и прекрасной музыкой. Теперь, конечно же, приходит другой вопрос. Хорошо, 75%, 75 минут примерно мы должны чем-то заниматься. А как заниматься? Что я буду делать во время 75 минут? Я расскажу, ваше время, ваше занятие должно выглядеть так. Вы берете какое-то место, которое у вас не получается. И вы садитесь за фортепиано, к примеру, берете 2-3 такта и 15 минут выделяете только на них. И на каждую болезнь, условно болезнь, должен быть свой рецепт и свое решение, свое лечение. К примеру, вот можете делать скрин, потому что это очень важная информация. Если у вас заплетаются пальцы в правой руке, то ваш рецепт такой. Вы берете 2 такта и правой рукой играете 1 раз медленно, 1 раз на стаккато, отрывисто, 1 раз пунктир и 1 раз в быстром темпе 80-90% от вашего предела. И так делайте 3-7 кругов. Повторяйте 1 раз так, 1 раз так, 1 раз так. И если вы сделаете 7 кругов 2-х тактов, это у вас уже займет 10 минут. И я вам честно скажу, что это будет намного эффективнее, чем вы просто будете играть от начала до конца. Следующий рецепт. Если у вас не получается запомнить текст, то есть вы берете ноты, играете, учите наизусть и ну вот все валится, вы не можете запомнить. Что делать? Вы играете 1 раз по нотам, то есть поставили нотки. Тут что у меня? Где тут мои ноты какие-нибудь? Значит так, поставили ноты, 1 раз сыграли по нотам, 1 раз закрыли инструмент, я все правильно говорю, закрыли инструмент, поставили ноты и перебираете пальчиками и представляете, что вы играете по клавишам и смотрите в ноты. И 1 раз убираете ноты, но открываете инструмент и пытаетесь хоть сколько-то вспомнить из своего нотного текста то, что вы играли прежде. И так делайте тоже 3-7 круга. Вот таких вот. То есть есть всегда, в каждой проблеме есть какое-то решение и важно очень знать, какое именно это будет решение. Да, безусловно, сейчас я вам говорю о технических моментах. То есть проблема, решение, рецепт, болезнь. Но я понимаю, что об этом категорически важно говорить, потому что сейчас в последнее время популярно стало говорить о том, что фортепиано это что-то чувственное, эмоциональное, мечтательное, знаете, такое розовое волшебство-волшебство. Но, с одной стороны, в каком-то соотношении я с этим согласна, но почему-то все мало говорят о системе, именно о пошаговой стратегии. Потому что если нет системы, то вот ваше вот это вот розовое облачко с обещаниями воплоти мечту в жизнь, оно просто рассыпется и превратится в любование в зеркале тренажерного зала. Ну и, конечно, когда вы не будете видеть результата, вы просто разочаруетесь. Вот в этом все. Хорошо, и я скажу о том, что в моей системе первое место занимает задача научить и понимать ноты так же легко, как вы читаете любой текст на своем родном языке. И я вам скажу, что это не моя уникальная методика. Это та методика, которую мне рассказали в консерватории и которая проверена многими десятилетиями и которую я преподаю своим ученикам и вижу результат об этом. Хорошо, давайте, так сказать, подведем итог. Первое, о том, что нужно понимать, что играть и заниматься это две кардинально разные вещи. Вы занимаетесь дома, играете на людях, к примеру, к вам пришли друзья и вы им сыграли. 25% игра в удовольствие, 75% это занятие. Как заниматься? Вот я вам дала два рецепта. Если вам нужно больше, так сказать, рецептов, то вы можете приходить ко мне на занятия и мы будем об этом оговаривать. И я буду вам давать персональные свои рецепты, которые именно подходят под вашу проблему и ваш запрос. Значит, заплетающиеся пальцы. Если не получается, запомните текст и помните, что все должно быть систематично. Если вы хотите именно заниматься и добиваться результата, можете записываться ко мне на уроки. А цены будут прописаны ниже. Еще вы можете смотреть мой блог и разные видео на технику. Сейчас я буду выпускать много разных видео полезных и обучающих. Поэтому до встречи. Следите за моей лентой.